Здравствуйте! В студии Нинокохридзе Бушуева. С последними событиями вас готовы познакомить журналисты Амурского областного телевидения. Сегодня в выпуске. Позиция губернатора. Василий Орлов обозначил свое отношение к происходящему на Украине, к чему призвал глава региона. Небо под запретом. В ответ на санкции Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран. Как амурчанам вернуться домой? Жизненно важная процедура. В свободном готовятся к открытию свой гемодиализный центр. Кто сможет там получать необходимую помощь? Серебряный бал. Танцевальную программу организовали для детей с УВЗ. Как прошла акция? Россия не ведет войну с Украиной. Этой цели нет и никогда не было, написал в своем телеграм-канале губернатора Мурской области. Василий Орлов обозначил свою позицию в соцсетях и отметил, что полностью поддерживает решение президента и принимаемые меры. Глава региона подчеркнул, спецоперация, которую проводят вооруженные силы России, это вынужденная мера для защиты людей от геноцида, от зачистки, несогласных с режимом. Все видели, в каком страхе были вынуждены жить люди долгие годы, как притеснялись все, кто стремился сохранить русский язык и вести диалог с Россией, написал глава региона. Сейчас среди украинской армии все больше людей осознает ошибочность действий своих командиров, их неправоту. Многие сдаются и переходят на нашу сторону. Мы с уважением относимся к ним. Они увидели, что стали разменной монетой в информационной политике Зеленского. «Единственное, что я не могу понять, почему Запад, который говорит о мире, толерантности, справедливости, все эти годы закрывал глаза на ужасы Донбасса? Почему никто не пишет постов о бомбежке ДНР и ЛНР, которая происходила до момента нашей помощи? Ответов никто никогда не получит. Сегодня единственное, о чем я хочу вас попросить, не дайте себя обмануть. Социальные сети наводнили фейки, которые стремятся пошатнуть наши убеждения, дискредитировать наших военных, опорочить их». Губернатор добавил, российские военнослужащие героически исполняют долг, самоотверженно защищают детей и стариков, тех, кто не может противостоять этой несправедливости. В ответ на закрытие полетов над Евросоюзом и другими странами Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из 36 государств. Среди них Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Кипр, Польша и другие. По информации Амурского министерства экономического развития и внешних связей, сейчас 8 амурчан находятся в Мексике и Доминикане. Эти страны не входят в запретный для перелета в список Росавиации. Отмечается, что за помощью жители региона не обращались, их пребывание за границей проходит в штатном режиме. В случае возникновения сложностей с возвращением домой гражданам рекомендуют держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник». Работа по организации вывоза россиян из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД и Ростуризмом. Также российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений европейских стран по данному вопросу. О возникшей проблеме можно сообщить по телефону, который вы видите на экране. Стоимость продуктов первой необходимости под особым контролем. В Амурской области проводится регулярный мониторинг цен в торговых сетях. Ситуацию с руководителями крупных компаний обсудили в правительстве области. Во встрече приняли участие представители антимонопольной и налоговой служб, а также прокуратуры. Было отмечено, что разработка плана действий сейчас идет на всех уровнях от производителя до розницы. Контроль стоимости товаров ведется в крупных торговых точках и уже фиксируется рост. В случае необоснованного подорожания будут приниматься меры. По поручению главы региона подобные встречи с профильными ведомствами будут проходить регулярно. Инвестиционный климат на Дальнем Востоке и приоритетные задачи на 2022 год. Эти и другие темы обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. В работе форума принял участие и губернатор при Амуре Василий Орлов. Только в рамках территории опережающего развития в округе реализуется 562 инвестиционных проекта на сумму 4 триллиона 400 миллиардов рублей. Из них уже освоено полтора триллиона, а создано почти 50 тысяч рабочих мест. За шесть лет работы в условиях преференции и мер поддержки инвесторов в ДФО введено 456 новых предприятий. 81 из них только в 2021 году. По итогам прошлого года Амурская область заняла 14 место в рейтинге агентства стратегических инициатив. Все реализуется в графике. Сформирован пул из 58 перспективных проектов на 432 миллиарда рублей. С текущего года Преамуре вошло в топ-30 пилотных регионов по созданию системы запуска и сопровождение инвестпроектов. Вы все прекрасно знаете, что год был непростой. Весь этот год мы работали в условиях пандемии. Она влияла на инвестиционный климат, на жизнь людей, на коммуникации. Изменились логистические коридоры. Довольно большая нагрузка легла на ряд портов, ряд транспортных магистралей. И там тоже возникли свои проблемы. Есть направления работы, которые более или менее отлажены. Продолжают строиться предприятия, создаются рабочие места. Ведется строительство социальных объектов и поединой субсидии в рамках национальных проектов. В свободном готовят к открытию гемодиализный центр. Проходить жизненно важные процедуры здесь будут также жители Шимановска и близлежащих населенных пунктов. Помещение под кабинеты выделила администрация города президентского внимания. Ожидается, что первых пациентов в медицинском учреждении примут уже в апреле. Подробности у Юрия Камышного. В новом центре все готово к приему первых пациентов. В некогда заброшенном помещении проведен капитальный ремонт. Закуплено современное оборудование. Сейчас идет процедура лицензирования медицинского учреждения. То, что у нас было здесь на первом этаже, то, что стало, это небо и земля. Но самое главное в том, что после проведения лицензирования данного центра, жители города свободного не будут нуждаться для того, чтобы провести определенные медицинские мероприятия со своим здоровьем в выезде в город Богореченск или в город Белогорск для того, чтобы жить. Сегодня процедуру гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью делают только в Богореченске и Белогорске. А делать ее необходимо несколько раз в неделю. Теперь свободницам не нужно будет тратиться на переезды. Очистку крови будут проводить в городе. Пациенту необходимо диализироваться в среднем три раза в неделю по четыре часа. На сегодняшний момент в городе Свободном пациентов с хронической почечной недостаточностью восемь человек. График работы центра амбулаторного гемодиализа с семи до двадцати трех часов. Пока мощность медучреждения рассчитана на девять человек в смену. Как заверили медики, есть возможность расширяться и в перспективе привлекать больше пациентов. Это жизненно необходимая процедура. Она проводится на протяжении всей жизни пациента. Поэтому три раза в неделю мы будем встречаться с пациентами. Пока мощность нашего центра рассчитана на девять человек в один день в смену. Но будем расширяться и привлекать больше пациентов. Получать жизненно важную медицинскую процедуру у себя в городе пациенты Свободного смогут после оформления всех необходимых документов. Ориентировочно центр амбулаторного гемодиализа откроет свои двери в начале апреля. Юрий Камышный, Амурская областная телевидение. Заказать блюда через приложение, оплатить онлайн и забрать в специальные ячейки в столовой. В 22-й Благовещенской школе тестируют автоматы по выдаче обедов. Система заработала еще прошлой осенью для учеников 11-х классов. А вот с 1 марта в нее включили среднее звено. Как дети оценивают новшества, выясняла наш корреспондент Екатерина Талалай. Турникетом при входе в школу сегодня никого не удивишь. А вот то, что к системе «Пионер» и личному идентификатору можно привязать смартфон ученика и даже банковскую карту – это новшество, которое есть только в 22-й Благовещенской школе. Все эти гаджеты позволяют местным ученикам пользоваться еще одной тестовой системой. Яркий шкаф с хэштегом «Абедомат» не просто так украшает столовую. Он вместо раздачицы блюд. Как это работает? Вы получаете логин и пароль от личного кабинета, где сможете сделать заказ. Делаете с вечера заказ блюд на завтрашний день, выбрав перемену, на которой удобно будет пообедать. Ребенку останется лишь получить свой обед в ячейке. «Абедомат» является модулем системы «Пионер». Его основная карта – либо банковская, либо смартфон с привязкой к приложению открывают в ячейку. Доступ к конкретному ученику дает администратор после оплаты заказа. Чтобы блюда не остыли, их ставят в шкаф к близкому времени выбранной перемены. Это разгружает и очередь школьную, которая стоит у раздачи. И еще есть такой хороший момент, когда родители могут вместе с детьми вечером, уже после шести, когда меню уже размещено на сайте образовательной организации, можно посмотреть, что будет завтра. То есть родители могут вместе, совместно с детьми заказать то, что они захотят выбрать, как кафе. Пришла эта идея, получается, нам, и мы ее реализовали первым здесь. Насколько мы знаем, насколько мы смотрели, на территории Российской Федерации такого аналогов нет. То есть это полностью в благоественности разработано, сделано, и мы впервые это реализовали. Разработчики «Абедомата» – тоже предприятие, что в свое время придумала «Пионер». Тестируют проект на базе 22-й школы с октября прошлого года на учениках 8-11 классов. Раньше там звенел звонок, мы все бежим на перегонки, кто быстрее, кто займет очередь. И мы вот так толпой выстраивались, даже, бывали, кого-то не пускали. Во-первых, это упрощает тем, что не нужно стоять в очередях. Можно заказать просто дома и прийти в назначенное время, забрать свой заказ. Удобно, просто и быстро. Девятиклассники Илья и Артем выбрали котлету с гарниром, салат и компот. Кстати, предпочтение своих детей могут видеть и родители. Личный кабинет «Абедомата» также доступен мамам и папам. С 1 марта к этому модулю «Пионера» подключили и среднее звено, то есть ребят с пяток по седьмые классы. Буквально каждую неделю делаем какие-то небольшие исправления, вносим именно в программное обеспечение, аппаратная реализация. То есть, например, мы сам «Абедомат» хотим сделать, чтобы он был менее высотим, например, более широтим, подрос обучающихся. Ну и, собственно говоря, некоторые моменты, например, ручки на «Абедомате» не нужны, потому что дверца открывается. После доработки программы ее планируют внедрить и в других школах Амурской области. Екатерина Талалай, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Узнать больше о народах, которые проживают на территории региона, смогут амурчане в этом году. Национальные традиции и культуру представят на творческих мероприятиях, которые пройдут на разных площадках. О некоторых акциях рассказали в Амурском министерстве культуры. Екатерина Талалай подробнее. 2022 указом президента Владимира Путина объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Амурским министерством культуры разработан план ключевых мероприятий, которые планируются реализовать на территории региона. Мы этот год уже открыли на территории Амурской области. Он открылся в городе Белогорск в январе месяце. Мы открыли на базе Краевического музея Белогорского нашу передвижную выставку «При Амуре многонациональная», в которой мы рассказываем о промыслах, ремеслах тех людей, тех национальностей, которые населяют Амурскую область, которые проживают в Амурской области. На выставке представлено более сотни уникальных экспонатов. Это праздничные и повседневные наряды узбекского, таджикского, армянского и азербайджанского народов. Традиционные музыкальные инструменты, национальные сувениры, куклы, настольные игры, предметы быта, ручной работы. После Белогорска экспозиция посетит и другие районы области. Далее вернется в Благовещенск и осядет в АУДНТ. Кстати, народные промыслы, а точнее способы изготовления относят к нематериальному культурному наследию. Это методики, умения, которые люди передают из уст в уста, которые невозможно потрогать. Допустим, в нашем реестре Амурской области отражены технологии изготовления некоторых ивенкийских предметов, таких как кумалан, выделка оленей шкуры, здесь же традиционное изготовление глиняных изделий в Амурской области. По словам министра Надежды Таргуновой, ведомством уже разработан план ключевых мероприятий, которые планируют реализовать на территории области в текущем году. Прежде всего, это крупные фестивали – российско-китайская ярмарка культуры и искусства, областной фестиваль «Конкурс область танца», Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой». И в прошлом году у нас были представители Сибирского, Сибири, поэтому этот традиционный фестиваль обязательно пройдет. Наш фестиваль «Область танца», фестиваль «Конкурс область танца» включен в программу празднования года культурного наследия в Российской Федерации и пройдет как первый дальневосточный фестиваль народного танца. В апреле стартует большой онлайн-марафон, во время которого в прямом эфире расскажут интересные факты о памятниках Преамурья. В июне в Благовещерске соберутся различные фольклорные коллективы и мастера ДПИ. Также планируется много выставок, конференций по вопросам сувенирной продукции Амурской области и туристических поездок. Закрытие года культурного наследия народов России на территории нашей области состоится в день рождения региона 20 декабря, где будут представлены все наработки в этом направлении. Екатерина Талалай, Амурское областное телевидение. В Благовещенске прошел ежегодный серебряный бал. Его организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дебютантами танцевального мероприятия стали ребята с ДЦП и особенностями ментального развития. Такой бал провели в Благовещенске уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие 60 детей. Для ребят организовали мастер-классы по танцевальным направлениям, показательные выступления и музыкальные минутки. Для детей родители ввели обязательный дресс-код, вечерние наряды. А после основного мероприятия для участников накрыли сладкий стол и показали им мини-спектакль «Волшебники изумрудного города». Мы планировали именно под ресторан, потому что культура поведения. Мы должны уже научить своих ребят правильно вести себя. Ну, естественно, этикет. А чтобы наши ребята были образованы, могли проявить где-то себя. Ну, как бы показать себя и быть, причем, знаете, готовыми к тому, что они могут посещать такие заведения, какие-то мероприятия. У них не было стеснения. Это, прежде всего, социализация. Эта информация завершает выпуск. Еще больше новостей на сайте Амурского областного телевидения и в наших аккаунтах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова